всем привет добро пожаловать в мою оранжерею давно я не показывала свои диплодении и вот сегодня решила их показать и расскажу как я за ними ухаживаю какие трудности с диплоденией встречается в домашних условиях смотрите в общем видео до конца будет интересно ну начнем с моей большой диплодении она стоит у меня на улице вот такая большая в большом кашпо керамическом в этом году конечно она отдыхает я могу сказать вот сейчас у него стали появляться цветочки а то она прям совсем не хотела цвести у меня не знаю даже с чем это связано потому что если кто смотрит мои видео давно они знают что она у меня цветет очень обильно может быть недостаток питания я вот ее пересадила добавила и грунт потому что у нее были одни корни с другой стороны я сниму потому что там сливается все не видно такое кашпо у нее красивая и здесь вот у нее прям видите бутона такие крупные очень набирает она цвет здесь бутон появляется ну такая она усы я ей обрезаю она пушистая и везде везде вот видите появляются бутончики ну я думаю она нагонит свое упущенное время тем более она у меня уже такая взрослая ей наверное уже лет пять как не больше было она у меня совсем маленькой ну мне очень нравится диплодении интересное растение даже когда не цветет имеет очень красивые листочки ну конечно же цветение у нее обильная у диплодении и конечно за эти цветы ее тоже можно полюбить здесь вот мои тоже две красотки стоят одна белая а вторая розовая махровая смотрите какой цветок обалденный а он еще имеет аромат такой сладковатый такой знаете приятный такой аромат бутона там еще есть и еще у нее там появляются маленькие такая красотка смотрите красота какая ну листочки немного конечно на солнышке попортились потому что они у нее как такие бархатистые немного листочки но она у меня стоит не на улице а на веранде но окно открытое и в принципе свежий воздух то на нее попадает очень красивый и большой цветок прям могу нарадоваться красиво очень и так необычно куди плоды не такой цветочек но это у меня белая у белая было много цветов они огромные вообще и он когда вот готовится отсветать он начинает вот так вот как закручивать такие лепестки тоже такой это у меня сорт космос white но вот это вот предыдущая была махровая диплодения и первое просто бордовая вот я даже сорт это особо не знаю обычный сорт диплодения которая везде везде продается у этой листья такие крупные отличаются от той диплодения от первой бордовой такие смотрите ну тоже очень такой кустик хороший такой он тоже появляется еще а это малышок мой чувствует себя хорошо растем такая будет розовая не махровая диплодения да я получила подарочек когда получала колладиум и мне прислали вот такой подарочек и вот подарочек растет я даже прищипнула нее чтобы она немного давала боковые побеги в общем растем но это у меня огромный куст желтой диплодения но она цветет постоянно но дело в том что у нее цветы однодневки вот сегодня только убрала два бутона она сбросила здесь вот тоже закрылся видите бутончик вчера еще были сегодня нет но здесь вот появляются новые еще не распустившиеся бутоны листья красивые ну красотка тоже цвет листьев у нее отличается если допустим у тех такой темно-зеленый а у этой светлый такой зеленый красиво ну вот такое солнечное утро у нас сегодня хотя обещает дождь но сейчас погода прекрасная не жарко и не холодно очень комфортно и цветам нравится здесь их притеняет сосна и солнышко так падает непрямые солнечные лучи и сейчас я вам расскажу как я ухаживаю и какие все-таки трудности с выращиванием гиплодений встречается домашних условиях ну могу сказать сразу в летний период диплодения себя чувствует хорошо потому что ей достаточно света солнечного тепла ну в основном конечно света а в зимний период но это все зависит конечно от расположения где мы живем как расположена наша квартира или дом но допустим меня если взять конкретно у меня конечно растения начинают страдать в зимний период потому что солнце проходит мимо солнце не попадает особенно наверное декабрь декабрь месяц январь наверно вообще солнце не попадает я досвечиваю все лампами но не всегда всем растением хватает этих вам потому что все в лампах наверное сможешь сделать и я потеряла два сорта диплодений мне они конечно очень нравились одна была желтая диплодения которая цвела так классно мне прям она нравилась но они были небольшие и вот не смогла их никак спасти и варигатная еще диплодения была которая зиму тоже не перезимовала вот ну не перезимовала не смогла хотя вот условия старалась создать те которые нужно но бывает и такое что они все-таки пропадают это от недостатка света по моим наблюдениям самое необходимое условие это конечно освещение если позволяет место ее нужно зимний период поставить туда где попадает солнечные лучи полив это тоже немаловажный фактор летом диплодения любит поливаться потому что она и пересыхает очень быстро на улице тепло солнечно летом обильный полив но по мере подсыхания верхнего слоя грунта это обязательно она не любит именно совсем перелив а зимний период конечно полив сокращается кошки должны быть такие легкими они должны просыхать теплодения зимний период отдыхает все-таки есть такой период даже пусть она и цветет ну скудно начинает сесть и это я просто говорю все по личному опыту у меня просто теплодения бордовая она уже много лет и я знаю видео уже и она бывает даже когда зимой у меня и цветет так 12 цветочка я ее все равно просушиваю и это ей нравится любит подкормки для цветущих растений вот можно любые какие вам нравятся чтоб для цветущих растений главное я лично пользую фертику люкс которая порошкообразная на кончике чайной ложечки развожу на литр теплой воды и поливаю раз в 10-14 дней летний период но зимой раз в месяц да еще обязательно я уже и говорила и в прошлых видео раз в месяц диплодения я поливаю подкисленной водичкой лимонным соком ну раз диплодения у нас тропики субтропики она конечно предпочитает влажность воздуха и я ее время от времени иногда я опрыскиваю только знаете такой вот очень мелкий поливизатор чтобы капли не крупные были а вот эффект вот этого вот как бы создать влажности воздуха это им нравится конечно да это любым растением нравится они же дышат листьями любят чтоб листья были чистыми чистыми и ухоженными и тогда как бы будут радовать и листвой красивой и цветами когда наступает осенний период а диплодения любит когда ее подстригают но ее обязательно нужно подстригать покороче вот эти плети которые вырастают их можно срезать на одну треть у меня есть на канале подробное видео как я обрезаю диплодения можете зайти и посмотреть кому интересно диплодения хорошо черенкуется можно укоренять в воде можно в тепличке у меня тоже есть видео на канале если кому-то интересно можете зайти посмотреть подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok